Ну это, это вообще проведение просто. Я никогда такой контроль на сумму не видел. Ну, Руси, не держись. Руки я не распустял. Если я поменю физическую силу, вам будет... Все раз говорю, не дай бог, это видео бояется без моего согласия, вы будете иметь проблемы, понятно? А что, здесь секретный объект? Серьезный, какие? Серьезный, подайте. Я сейчас еще и вышвырну вас на каком основе, потому что вы мешаете работать. Руки я не распустял. Ух ты какая, смотри, какая контрольная фраза. 6 на 666. Совпадений? Совпадений не думаю. Руки я не распустял. Никакой информации об отставке. Ладно, подождем. Поможем тоже со своей стороны. Руки я не распустял. Всем привет. Привет. Сегодня продолжаем урок по привлечению управляющей компании к административной ответственности с целью лишить ее лицензии. За грубейшее нарушение лицензионных требований. Значит, 11 числа мы отправляли обращение с требованием предоставить реестр собственников по многоквартирному дому. На данный момент, сегодня уже 20 число, они реестр не предоставили. Соответственно, на три дня за это затянули сроки. Что у нас произошло? Значит, мы будем отправлять жалобу в жилнадзор инспекцию с требованием открыть административное дело по статье 14.1.3 КАП РФ, часть 2, с наложением штрафа от 250 до 300 тысяч. Там, этой же статьей предусмотрена дисквалификация на три года. Также мы будем такое же обращение отправлять в прокуратуру сургутскую ХМАУ и генералку, потому что у нас в Сургутской не выдают айдишники, ХМАУ тоже не выдают айдишники, выдают только генералка. Если у вас на вашем уровне, на уровне города или района города выдается айдишник, то вы их, в принципе, можете в одно место отправить. Если тут не удается, идем на уровень выше. Ну и вот нам приходится до генералки добираться, это все ради того, чтобы получить айдишник приема обращения. Это пригодится в будущем для обжалования. Об этом всем я рассказывал в своих видео. Видео называется «Урок переписка системы или секрета обжалования». Так, мы подготовили такое обращение в жилнадзор-инспекцию. Сходили, распечатали его и подписали на третьей странице. Данный вариант, ну и, естественно, приложение, то обращение, которое мы изначально отправляли 19-го числа. То есть, вот эта операция обязательно для жилнадзор-инспекции. То есть, печатайте, расписывайтесь и можете отправить первый способ по электронке, второй – сходить вживую. Вот мы, в принципе, что и сделали. Мы сейчас будем отправлять по электронке, но мы еще и сходили вживую. То есть, нам поставили отметку, пришлось вручную дописать, что Шутова Татьяна Николаевна – это у нас начальник сургутского отделения. Ну и, соответственно, мы сейчас будем отправить по электронке и сургутское отделение, и в отделение ХМАУ, жилнадзор-инспекцию ХМАУ. Вот такой штемпель нам поставили. Написали полностью должность, имя, отчество, фамилия, роспись, дата, время. Входящее количество листов и дата. То есть, проблем вообще никаких не возникло. Все быстро приняли и даже не ссылались ни на какую инструкцию. Год назад мне пришлось дойти до начальника, изучить их инструкцию по делу по производству. В общем, там чуть ли не до скандала дошло, но в итоге нам вот такие штемпели поставили. Эти документы я показывал. В этом году никаких проблем. То есть, прогресс налицо. Принимают без каких-либо проблем и ставят штемпель. Соответственно, мы приехали обратно и то, что сдали в жилнадзор-инспекцию, в сургутский отдел, просто отсканировали. И сейчас это будем на всякий случай дублировать по электронным адресам. Отправлять. Я отсканировал сразу в PDF-ку. Если вы сканируете в JPEG-е, то есть картинки, то можете воспользоваться сервисом. Их очень много. Вызывается JPEG.to.PDF. Набирайте в любом поисковике и вам выдают кучу сайтов, которые конвертируют отсканированные картинки в PDF-файл один. Мы это уже сделали. Вот у нас один файл. Я вам его только что показывал. Мы его сейчас будем отправлять по электронке. Я нашел 4 адреса жилнадзора инспекции. То есть вот это на официальном сайте. Это мы нашли в ответе от жилнадзора от Шутовой. И вот эти 2 адреса тоже с сайта администрации ХМАО. Вот отсюда я их скопировал. Отсканированный документ. Так, что у нас еще произошло? Мы получили ответ от Русина по реестру. Такая же отписка, о которой я говорил. Он интересуется, точнее предлагает в письменной форме сообщить цель получения реестра. Ну, естественно, он в сроки не вписался. То есть 11 числа мы отправили обращение требования, ответ поступил 17. Сроки нарушены. То есть ни реестра не приложил, и еще и сроки нарушены. Соответственно, можно спокойно привлекать к административной ответственности по 5.39 статье. Что мы сейчас, в принципе, и сделаем. Мы сейчас продублируем то, что мы отправили в жилнадзор инспекцию с требованием открыть административное дело в отношении управляющей компании за нарушение листезионных требований. Это мы будем отправлять по всем трем уровням в прокуратуру Сургута, ХМАО и Генералку. Плюс мы еще самого директора управляющей компании будем привлекать к административной ответственности по статье 5.39 за несвоевременное предоставление информации. Начнем с 14.13. Значит, я подготовил вот такие, вот общий файл. Вы можете, на свое усмотрение, отправить один файл сразу во все три прокуратуры. Но высший класс это именно разделить, как я вот здесь сделал. Отдельно для Сургутска, отдельно для ХМАО, отдельно для Генералки. Для чего это делается? Для того, чтобы они не знали, что кому отправлялось. Сейчас мы это все... Я буду отправлять отдельно каждому. Значит, о чем здесь документ? Все в том же. Значит, не предоставили ответ. Текст почти в один в один. Просто вот здесь вот принять меры, открыть административное производство. Напомню, прокурор имеет право возбуждать административное дело по любой административной статье. То есть, мало того, что жилнадзор может возбудить административное дело, так еще и прокуратура может возбудить. Соответственно, мы сразу два места направляем, чтобы... Так, что делаем? Конвертируем эти файлы в PDF. Пользуемся сервисом доктор.pdf. Так, мне нравится вот этот. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как мы сформировали PDF-ки, нам их нужно соединить. То есть, само заявление плюс приложение с затребой реестра. Это делается через сервис JoinPDF. Убирайте PDF-файлы для генералки отдельно. Само заявление в первую очередь ставить, и приложение во вторую. И сохраняем. Туда же, в то же место я обычно добавляю название Joinit. Туда же самое с Волгутской прокуратурой. Продолжение следует... Все, вот они, наши три файла. Можно открыть. Здесь у нас пять страниц. Само заявление о возбуждении административного права дела. И приложение на двух страницах. Наш затреб. Ну, а дальше, стандартная процедура. Это перейти по адресам, которые указаны в шапке. Ну, допустим, прокуратура города Солгута. Так, сначала Солгут. Советую использовать Chrome браузер, потому что он запоминает эти все введенные данные. И потом вам просто надо будет кликать мышкой, и данные будут вставляться автоматически. Так, груша у нас кто? Татьяна. Так, груша у нас. Напомню, Наталья Ивановна может вас сопроводить по данной методике. То есть, можете к ней обращаться. Она, если у вас нет времени на все это, она может это сделать все за вас. Контакт объявите на экране. Ну, а мы продолжим. Так, указываем электронную почту. Телефон. Индекс 628.405, по-моему, да? Ну, а далее открываем вордовский файл. Так, это у нас по реестру. Это мы отправляем в сургутскую прокуратуру. Копируем. Копируем. Сюда вставляем. Прикрепляем именно сургутский и ПДФ-ку. Сургутский прокуратура и ПДФ. И контрольная фраза. Отправить. Все, отправлено. Вот так легко и просто можно отправлять свои обращения в прокуратуру, не выходя из дома. Дальше это мансийская прокуратура. Как видите, данные уже заполнены. Нам просто нужно открыть другой вордовский файл. Именно для пары прокуратуры ХМАВа. ХМАВа. Копируем текст. Вставляем. Выбираем ПДФ-ку ХМАВа. Ух ты какая. Смотри, какая контрольная фраза. 6 на 666. Совпадений? Совпадений? Не думаю. Вот только можно представить, что там сейчас. Сейчас людям, которые отправляют такие затребы, сейчас с управляющей компанией звонят и просят поднести правоустанавливающие документы на квартиры с целью, чтобы они смогли составить реестры по домам. Ну а раз у них этих документов нет, значит, соответственно, они и реестр не могут предоставить. А это уже есть грубейшее нарушение лицензионных требований. Их могут лишить лицензии. Ну это, это вообще проведение просто. Я никогда такую контрольную сумму не видел. Ну, Русин, держись. Так. И осталось нам генеральную прокуратуру отправить. То же самое. Генпрок. Заходим. Копируем адрес ссылки. Генеральная прокуратура. Отдельный адрес. Кстати, буквально час или два назад узнал новость, что Чайка уходит в отставку. Генеральный прокурор Чайка покидает свой пост. По какой причине нигде ничего не сообщается? Сообщается, что на его пост, его пост займет Игорь Краснов. Это бывший заместитель председателя Следственного комитета. Ну, я в этой новости ничего хорошего не вижу. Раньше прокуратура надзирала над Следственным комитетом. А сейчас, получается, выходить из Следственного комитета будет надзирать над Следственным комитетом. Масло-масляное называется. Для меня эта новость немножко, как скажем, разочаровала. Потому что у меня запущена кампания по привлечению генерального прокурора в суд за действие и бездействие и нарушение законодательства. То есть мы сейчас подбираемся к прокурору Хмао. Ответил нам зам его, Меншиков, первый зам. Соответственно, следующий ответ будет от самого прокурора округа, от Батвинкина. И я сразу буду подавать в суд на него с привлечением в качестве соответчика генерального прокурора. Ну, наверное, человек успеет уйти в отставку, потому что ему уже придется тогда Краснова вызывать в суд. Ну, посмотрим, что будет. Так, продолжаем. Идем на сайт генеральной прокуратуры. Отправляем обращение. Геннадий, надо. Тут тоже все просто. У меня это уже до автоматизма доведено. Вот это все необязательно заполнять. Так, здесь у нас вопросы по следствию дознания. Ну, тут у нас нарушение в ЖКХ, да. Так, копируем текст. Вставляем сюда и прикрепляем ПДФ-ку для генеральной прокуратуры. Готово. Сейчас нам на почту придет уведомление с требованием подтвердить отправку. Так, а где у нас входящий, да? Вот оно подтверждение. Просто надо перейти по ссылке. И в течение часа мы получим айдишник. А, нет, ну, в течение суток. Но обычно быстро приходит. Час-два. И мы этот айдишник потом запишем вот сюда, вот. Вот здесь у нас будет айдишник. Вот здесь мы можем уже записать номер входящего. Потому что нам поставили штемпель. То есть мы вживую это отправили. Ну, в принципе, давайте сделаем. Так, GGI. 2714, ОГ41. Ну, часа через два придет письмо. И вот здесь вот надо будет айдишник тоже прописать. Кстати, не забывайте время проставлять. Время лучше выставлять вот это, которое указано в письме. 1904. Она потом тоже будет фигурировать и обжалована. Ну, и сюда тоже можно скопировать. Так, все. Вот прокуратуру мы озадачили. Жилнадзор дважды озадачили. Через электронную почту и вживую. Так, теперь нам нужно привлечь Русина за непредоставление ответа. Своевременного. Так. Это у нас папочка 5.39. Если вам пришел ответ вовремя, но не предоставили реестр, то тут в принципе текстовка не особо отличается. То есть читаем статью 5.39. Что это такое? Так. Так. Неправомерный отказ предоставление. То есть нам вот, по сути, отказали. Ответили не вовремя и отказали. Так. В том числе. Так, так, так. Информация. Несвоевременное. Ее предоставление. Вот именно мы и на этой даме. Так, что у нас руки нарушены. Либо предоставление заведомо недостоверной информации. Бывает, что присылает реестр. Там должны быть указаны номер квартиры, имя, отчество, фамилия, хозяев. Бывает один, бывает два. Там совместные собственности и так далее. Долевое участие. Правоустанавливающие документы. То есть там основание. Либо там договор доверия, дарения, либо договор купли-продажи. Ну и подобные документы. Это по каждой квартире. Плюс еще доля каждого хозяина. И еще что-то не помню. Ну, образцы я потом приложу. Так, соответственно, у нас ситуация возникла именно по 5.39. Что мы делаем? То же самое. Вот эти три файла конвертируем в PDF. Прикрепляем наш сотреб первоначальный. Давайте почитаем общий файл. Значит, что тут? Живая там-то. Так. Должны предоставить реестр в течение пяти рабочих дней. Одиннадцатого числа отправили на электронные адреса. Так. Такого-то числа отправили на все электронные адреса, которые только смогли найти в интернете в управляющей компании. До настоящего момента ответа с предоставлением реестра не поступало. Соответственно, 5.39 – неправомерный отказ от предоставления информации. Ну, еще можно вот так же делать, выделить. Как видим, два признака одновременно присутствуют. Так. Ответственность несет Русин, директор ООО. Таким образом, в его действиях есть достаточные признаки совершения административного правонарушения. «Требуем привлечь к ответственности предусмотренные законодательства, а именно 5.39 – там, по-моему, штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Будем добиваться привлечения административной ответственности». «Так, включаем и остановимся». «А, ну и перекладываем изначально наше обращение». «Все, это конвертируем и отправляем». «Требуем». «День место». «Недленно deveмmediatamente». «О, поддыхаем». «О, поддыхаем». «Его ver Typicallypress siッ. Точнее конвертируем, соединяем и отправляем. Я обычно музыку включаю от дома и под музыку это все делаю. Так, где у нас там адрес прокуратуры? Сначала в Слободскую, снизу вверх обычно все делаем. Все, видишь данные заполнены полностью. Просто здесь, раз в тайм, лучше выбрать файл Слободская прокуратура. Закрываем. Закрываем. Компункция. Встанете. Хмал. Приклеех. Джунете. Руки. Девять килл. Девять килл. Девять. Шесть на шестьсот шестьдесят шесть. Проведение, реально я тебе говорю. Так, отправили на принято, так, генералку опять отправляем. Так, где это здесь находится, она на главной странице, я не помню. Сейчас найдем. Так, ну, интернеприемная должна выйти. О, вот он, интернеприем. Кстати, что тут новость-то, Чайка ушел, нет? А, он еще встречается с кем-то. Пожистое мероприятие, поздравил сотрудников. Встретился, встретился, встретился. Ну, никакой информации об отставке. Ладно, подождем и поможем тоже со своей стороны. Так, интернеприемная, согласен. sucенул кухня. Суперли знаете? Так, тут где-то есть о нарушении законодательства по обращениям. Вот. Так, открываем фронт на генералку. Копировать, вставить. Генеральный аджимент. Опять же, код подтверждения должен прийти. Переходим по ссылке. Готово. Время 19.18. Заполняем. Готово. Время 19.18. Все, тебе, когда письма придут, тебе должны два письма прийти именно из генеральной прокуратуры, и там будет именно указано время. То есть вот по этому времени ты будешь ориентироваться, к какой идишник, к какому твоему обращению относится. Здесь проставишь. Так, страницы мы указали. Я уже говорил, да, смотри, 32 страницы только мы отправили. У меня их уже более 10 тысяч. Так. Все. У нас есть жалобы в жилнадзор с нарушением лицензионных требований открытия административного дела, в прокуратуру открытия административного дела и еще одну прокуратуру уже по 5.39. То есть три административных дела должны возбудить в течение месяца. Два из них – это грубейшие нарушения лицензионных требований. По одному и тому же составу, поэтому либо там, либо здесь возбудят. Посмотрим, как будут реагировать. В принципе, все. Что, какие-то вопросы есть? Народ, заходите на мой YouTube-канал «Сургуднадзор2». Здесь я добавил плейлисты. То есть сейчас уже не надо видео искать. Здесь выбираете «ЖКХ антитеррора для каждого». Где он у нас? Вот он. «ЖКХ антитеррора для каждого». И здесь вот будут все эти видео размещены. Все, что относится именно к «ЖКХ антитеррору». Документы я обновлю и размещу в описании к видео. Вот, допустим, последнее видео вчера выпущено. Здесь в описании есть ссылки на архивы и в комментарии я тоже прикрепил. Надо разобраться. Вот здесь все файлы будут присутствовать. Мы сейчас занимались вот этой бабочкой. Я уже ее обновил. Так, еще дополнительно обновлю сегодня вечером, когда новое видео выйдет. Подписывайтесь на канал, следите за новостями. Жду от вас комментариев и пожеланий, о чем сделать в следующем уроке. В скором времени я планирую выпустить урок именно по как обжаловать все отписки именно по закону 59 об обращениях. И там, соответственно, будут санкции в виде привлечения к административной ответственности по статьям 5.59 и 5.39. Буду рассказывать, в чем разница. Буду показывать блок-схему со всеми вариантами возможными. Обращение в суд, обращение в прокуратуру, привлечения к ответственности самих прокуроров за действие и бездействие и все остальное. Благодарствую! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok